Принципиальные сложности Сегодня мы начнем с того, что посмотрим, что вообще будет представлять из себя этот курс, что это такое, с чем нам придется познакомиться и какие будут особенности изучения, зачем он вообще будет нужен. Это наш единственный курс по физике нейтринов, курс бакалавриата. Те, кто благополучно доберутся до конца магистратуры, будут слушать еще один курс. Если все будет хорошо, он будет немножко посвящен большему уклону в современные эксперименты. Вообще физика нейтрина очень популярная достаточно сейчас вещь. Они много говорят, причем в разных очень, так скажем, наклонениях. И вокруг этого очень много мифологии. Во-первых, мифология связана с тем, что иногда возникает путаница, когда выдают желаемое за действительное. То есть когда люди почему-то показывают, что то, что в принципе можно достичь в этой области науки, это уже известно. Когда путается моделирование с экспериментом, это очень распространенные вещи. Я несколько раз в течение этого курса буду обращать ваше внимание на то, что вот это мы, условно говоря, посчитали. А вот посмотрите, что мы можем измерить в этой ситуации. Есть вещи, которые не сделаны в физике нейтрина. То есть есть те явления, которые до сих пор не наблюдались. Есть очень много гипотетических вещей. Есть вещи, которые можно проверить. Но, повторюсь, очень часто бывает, и буквально сегодня я вам приведу пример, что происходит, когда немножко мы бежим впереди паровоза. Именно это относится к физике нейтрина. Это действительно очень интересный раздел. Раздел этот интересен тем, что он очень динамичный, он очень быстро развивается. И, условно говоря, если мы сейчас с вами перенесемся 20 лет на 20 лет назад, не такой большой для науки возраст, то мы увидим другую картинку, связанную с физикой нейтрины, другие результаты, другое представление о том, что нас окружает, и некое другое наполнение, другое понимание, а что вообще это такое. Ну, поэтому давайте с вами стартуем и посмотрим, что это такое и с чем его идёт. Ну, в общем, я начну с того, что для кого-то напомню, кто уже об этом слышал, для кого-то это будет впервой, что сама гипотеза нейтрина возникает после того, как был детально изучен обычный бета-распад. Спектр бета-распада, электронов бета-распада, который, в общем-то, хорошо известен. И если вы посмотрите, вот слева вверху написана та формула на нуклонном уровне. Естественно, в 30-м году это было всё писалось на уровне ядер, поскольку нейтрона ещё не было, и даже не было модели нейтрона. Но, тем не менее, вот в нашем современном представлении первоначально шла речь о том, что частица распадается на две частицы. Естественно, протон и электрон. Ядро превращается, остаётся дочернее ядро и вылетает электрон. Однако, когда примерно в районе 28-29 года возникла нормальная уже более-менее спектроскопия бета-распадов, то выяснилось, что все спектры электронов выглядят вот так. И по этой самой причине возник, естественно, вопрос, куда пропадает энергия. На самом деле, граничные энергии были рассчитаны, уже тогда это было возможно. Другое дело, что была чахарда неразбериха. Вы, возможно, помните из нашего общего курса, ещё из второго курса, что очень долго, на самом деле, вплоть до середины 30-х годов, многие ядерные свойства приписывались атомам. Из-за этого до сих пор мы имеем терминологию, связанную с атомами. Допустим, терминология АЭС, атомная электростанция, и атомная бомба, которые никакие, конечно, не атомные, а не ядерные, связаны были отчасти с секретностью в 40-х, 50-х годах, ну и с тем, что вот это были ещё забросы из 30-х годов, когда путали эти два объекта. Но, тем не менее, понимание того, что происходят процессы, которые приводят вас к тому, что из одного ядра получается другое, и высвобождается энергия, они уже были. И когда были записаны первоэнергетические соотношения, то эксперимент показал полное несоответствие наблюдаемому тому, что вы предполагали. То есть вместо монохроматического спектра, который по понятным причинам должен возникать из этой формулы, у вас две появляются компоненты, неважно, протон это или ядро, оно имеет фиксированную массу, также фиксированную массу имеет электрон, это было уже известно, уже десятилетия прошли с момента открытия электронной его изучения, и поэтому здесь мы должны были наблюдать монохроматический пик. А мы наблюдаем, каждый вылет электрона сопровождался вылетом с разной энергией. И вопрос, куда она пропадает, он повис в воздухе. На самом деле, до 30-го года, до конца 30-го года, этот вопрос оставался открытым, Бор, впоследствии Бор, который тогда уже был Нобелевским лауреатом и звездой первой величины на научном небосклоне, позже вспоминал, я не мог объяснить это явление, я был в отчаянии и был готов признать, что в бета-распаде не выполняется закон сохранения энергии, который, как известно, один из самых универсальных законов сохранения. И вот в декабре 30-го года, именно из-за этого, мы будем много сегодня говорить о хронологии, почему она такая странная, именно из-за этого вы можете видеть очень часто, что нейтрино было предсказано в 31-м году. Почему в 31-м? Потому что все обсуждение этой темы началось после Нового года. Но гипотеза была высказана в самом конце 30-го года, когда Паули пишет свое знаменитое письмо немецкому научному сообществу, где он поздравляет их с Рождеством и с Новым годом, и как бы, между прочим, говорит, вот 4 декабря 30-го года, как бы, между прочим, говорит, «Кажется, я нашел причину проблемы потери энергии в бета-распаде». Это еще одна частица. Но эту частицу мы по каким-то причинам не регистрируем, она ускользает от нашего взгляда, и в результате получается классическая задачка с тремя телами, когда у вас, вы не можете сказать точно, как у вас энергетическое распределение связано друг с другом, и вы получаете непрерывный спектр. Вот именно такой. Объяснение это очень понравилось на самом деле. И 30-е годы вообще прошли под знаком вот этой вот таинственной частицы. До 34-го года у нее было много имен. В 34-м году у нее появляется имя. Это связано с некой байкой. Это не документировано. Но байка эта такая довольно прочно утвердилась в физике нейтрино, что весной 34-го года в Риме проходила международная конференция. Уже тогда международный язык приползал в сторону английского, и на научных конференциях было пристойно говорить на английском языке, что, собственно, сейчас мы тоже с вами наблюдаем. И на этой конференции выступал молодой итальянец-физик, который очень плохо говорил по-английски, что тоже у наших итальянских коллекций храняется до сих пор. Он все время путался в словах и называл эту новую, он говорил о нейтрино, и называл эту новую частицу то легкий нейтрон, то маленький нейтрон. Кстати, ему было очень тяжело, он сбивался, и Ферми, который сидел на первом ряду, в середине его выступления не выдержал и сказал ему «Называйте уже ее нейтрино», что можно перевести как нейтрончик впрямую с итальянского, ну как там, там, Чаполло-лук, а Чаполино-лучок, например, и так далее. Уменьшительная ласкательная форма. И это слово настолько понравилось, что если вы посмотрите на все публикации, то с лета 1934 года другого названия уже нету этой частицы, это нейтрино. То есть вот действительно так частица эта возникла. И всю вторую половину 30-х годов она пребывает в таком состоянии бумажной частицы, ее активно изучают. Мы еще будем говорить об Этере Майорану, человеку, который до сих пор мы говорим о его оценках, которые он сделал тогда для нейтрино, хотя фактически время, которое он занимался нейтрино, это всего несколько лет, потому что он трагически исчез осенью 1937 года, и, собственно, за свою короткую жизнь он внес настолько огромный вклад в физику нейтрино, что до сих пор постоянно его вспоминаем. И при этом этой частицы никто не видел и не было даже уверенности в том, что она есть. То есть это была гипотетическая частица. Однако в 1938 году Алиханов предлагает очень элегантный способ проверки. Дело в том, что в середине 30-х годов началось изучение такого явления, как Е-захват, третий вид бета-распада. И вот та формула, которая написана, то есть Е-захват в бериллии седьмом, это сейчас, в общем-то, классический такой пример Е-захвата. В солнечном спектре наблюдаются очень хорошо эти линии, тоже по, опять же, вторичным признакам. Алиханов предположил следующее. Если Е-захват происходит так, как мы считаем, то из него получается литий седьмой, который мы можем наблюдать по характеристическим рентгеновским линиям, поскольку когда у вас электрон пропал из этой оболочки, то у вас остается голый атом, атом ионизованный, он захватывает потом у вас электрон, уже будучи литием, захватывает электрон, и электроны сдвигаются, из-за чего возникает как раз излучение в рентгеновском диапазоне. Это можно было увидеть и проверить, чтобы убедиться, что процесс произошел. Но можно было одновременно рассчитать энергию, это уже 1938 год, уже понятно, что это ядра, а не атомы, и так далее, и так далее. Можно было рассчитать энергию и убедиться в том, что всякий раз мы теряем одну и ту же порцию энергии, что у нас происходит процесс образования из одного ядра другое, и некая частица уносит эту энергию. И в 1942 году Джеймс Аллен проводит свой эксперимент по наблюдению Е-захвата в бериллии 7, после чего он убеждается, что А, есть рентгеновский спектр, соответствующий литию 7, и есть постоянная потеря энергии. То есть он как будто ничего не регистрировал, энергии не было, но она явно должна была быть. Из чего был сделан вывод, что только в случае возникновения еще одной частицы, которая уносит всю эту кинетическую энергию, 860 КФ, можно было бы объяснить этот процесс. Затем, кстати, это многократно проверялось на других примерах, именно Е-захвата. Е-захват в этом плане очень хорош, но весьма небольшое количество ядер, как вы помните, около 3% всего бета-распадных ядер распадается путем Е-захвата. Не такой распространенный процесс. Ну, а собственно регистрация, то есть после 1942 года очиститься заговорили уже нормально, и можно было перейти наконец-то к экспериментальным методам регистрации. А вот регистрация этой частицы произошла только в середине 50-х годов. Вот по поводу, опять же, хронологии. Здесь у меня написано 56-й год, а вы можете встретить 55-й, 57-й и даже 58-й. А все очень просто. Эксперименты по первой регистрации антинейтрина шли в течение трех лет, с 55-го по 58-й год, и поэтому вот по-разному очень здесь так оценивается. 56-й обычно пишут по первым опубликованиям результатов. Два американца, Фредерик Райнес и Кайл Коуэн, одним из первых ядерных реакторов в Саванна-Ривер, провели этот эксперимент и убедились в том, что в Соединенных Штатах провели этот эксперимент и зарегистрировали антинейтрина. А почему написано в скобочках? Потому что до конца своих экспериментов Райнес и Коуэн не знали, что они именно регистрируют. Дело в том, что Майорана, который больше всего занимался нейтрина, высказал предположение, что это абсолютно нейтральная частица. У нее нет античастиц, у нее нет типов, у нее вообще нет ничего. Она такая совершенно голая, она как-то взаимодействует с веществом. Он первым оценил ее сечения, об этих сечениях мы еще с вами тоже будем говорить. И поэтому регистрация шла из расчета того, что нейтрина – это одна частица, и античастиц у нее нет. Выяснилось же по окончании экспериментов, что на самом деле они регистрировали именно антинейтрина, которая возникает в бета-минус-распаде, который испытывает осколки деления в ядерных реакторах. Ну и известно, что когда Рен и Сековы получили первое точное подтверждение, что они обнаруживают эту частицу, они отправили телеграмму Пауле и сообщили ему о том, что они зарегистрировали наконец-то нейтрино, на что тот ответил им знаменитой фразой. Он написал «Спасибо за сообщение, все получит тот, кто умеет ждать». Это в общем в некотором смысле можно сказать девиз всей физики нейтрино, да и вообще значительной части современной физики. Все получит тот, кто умеет ждать, потому что действительно для регистрации этой частицы требуется немало времени. Но на самом деле это вот некий такой победный финал. В 95-м году Райнос получает Нобелевскую премию по физике за регистрацию нейтрино, Коуин к тому моменту уже не был в живых, он умер в 79-м году. А вот на самом деле первая попытка Райна Саикоуина зарегистрировать нейтрино была проведена в Хенфорде в 53-м году. Хенфорд – это одна из первых АЭС в мире. То есть там, в тот момент там был реактор, затем был там построен второй реактор, и это стало промышленная АЭС, потому что промышленная АЭС, помните, впервые запустили в Обнинске. Когда в конце 50-х стало ясно, что это такой прекрасный способ получения энергии достаточно дешевой, то станции стали множиться. А вот в 53-м там был только что запущен ядерный реактор, и вот первая установка Райна Саикоуина, изображена на этой фотографии, она помещалась вот на этом столе. Я бы так сказал, что это такая суперкомпактная попытка зарегистрировать нейтрино. Почему, иногда задают вопрос, ну как-то странно, вот было же сечение уже известно, сечение очень маленькое. Почему действительно сразу не догадались, что нужны огромные массивы вещества? Потому что экспериментальная физика атома и ядра уже к тому моменту насчитывала полвека, и люди привыкли к тому, что приборы обычно ставились на стол. Вот на стол поставили приборы, этого достаточно для регистрации. И Райна Саикоуин исходили из того, что если они сделают здоровую дуру, которая помещается больше, чем на стол, то ее тоже вполне хватит. Вокруг нее стояло примерно 90 фотоумножителей, которые должны были регистрировать вот по такой вот схеме взаимодействие нейтрино с веществом. Нейтрино взаимодействует в данном случае с протоном, это антинейтрино, естественно, но, повторюсь, они об этом не знали. Возникает нейтрон и позитрон, позитрон аннигилирует в веществе довольно быстро, а нейтрон идет долгим путем, из-за этого в вещество вносился кадмий, чтобы захватить большим сечением захвата нейтронов, чтобы захватить нейтроны, и через некоторое время он захватывался, кадмий давал второй свой изотоп другой в возбужденном состоянии, и после этого испускались гамма-кванты, все, на этом все заканчивалось. По разнице времени между регистрацией фотоумножителями, детекторами и фотоумножителями первой пары гамма-квантов и последующей вы могли убедиться в том, что у вас произошел тот самый процесс. То есть это классическая схема совпадений, которая реализуется сейчас в абсолютном большинстве экспериментов, когда для того, чтобы сказать, что вы регистрируете явление А, вам нужно регистрирует явление Б и С, разделенное по времени или там одновременно и так далее, и так далее. Ну, в общем, год работали в Хэнфорде, Райнас и Коуин, получили они нулевой результат. Сейчас мы можем с высоты своего величия сказать, что и следовало ожидать, естественно, на такой маленькой установке. То есть они ничего не получили, но их работа была сопряжена с очень интересным случаем, который связан был вот с чем. Когда они начали свои эксперименты, естественно, ядерные реакторы, ими тогда занималось Министерство обороны Соединенных Штатов, позже уже стало этим заниматься Министерство энергетики, которое занимается даже, кстати, и ядерным оружием в Соединенных Штатах, так же, как у нас этим занималось Министерство, которое называлось Среднего машиностроения в Советском Союзе. То есть не должно было никакие ужасные звучать слова, чтобы противнику не дать возможность понять, что это вот как раз секрет здесь. Так вот, когда военные пришли крайне суиковые, но и спросили, а что вы, ребята, делаете, и ребята им рассказали, что они делают, то военные вполне логично сказали. Так, это значит, вот такую штуку компактную можно положить в грузовик и колесить по стороне, и как только вы будете подъезжать к одному из реакторов, она у вас будет пикать. И на нее сразу поставили штамп «Секретно», что не дало возможности самого главного – свободных публикований данных. Так продолжалось до 1955 года. В 1955 году, когда была сооружена установка «Саванна-Ривер», вот она слева, эта установка высотой была примерно около 10 метров, и военные увидели, что теперь у них гриф «Секретности» был снят, потому что стало ясно, что такую уже никуда не положишь и никуда не повезешь. А Рейн и Секуэн поняли, что действительно нужен очень большой объем водородосодержащего вещества, вот там с той стороны видны детекторы, а здесь просто был такой слоеный пирожок из хлорной смеси в соединении с водородом и прокладок из поглощающих нейтроны вещества, в первую очередь соединение кадмия тут лежали, ну и углерод тоже был. То есть у них были довольно сложные детекторы, как бы мы сейчас сказали, с инсилиционного типа. Вот Саванна-Ривер, это еще место, где тогда был тоже запущен следующий ядерный реактор, они как раз и разместились, и, в общем-то, собственно, именно эта регистрация антинейтрина от ядерных реакторов и принесла им славу первооткрывателей, первых людей, которые впервые зарегистрировали эту частицу. В 58-м году, окончательно, в 57-м были опубликованы первые уже данные в виде статей, и в 58-м был опубликован большой обзор о регистрации антинейтрина, после чего, в общем-то, уже развитие науки пошло в том направлении, что, а, ну вот, эту частицу мы все-таки можем регистрировать. Вот их схема эксперимента, видите, это то же самое, то есть они воспроизвели то же, что было в Хэнфорде, только установка была гораздо, во многом, на несколько порядков больше по своему объему, после чего вообще стало ясно, что будущее нейтринной физики действительно за те, кто умеет ждать, и большими объемами вещества. На сегодняшний день, я вам скажу, за 60 лет ничего не изменилось. Большие объемы и умение ждать. Собственно, вот, и вот, кстати, да, вот этот вот зазор по времени, о котором я тоже говорил. Поэтому вот экспериментальная их установка. Ну, а основным, все же, таким, что ли, триггером, который запустил все эти исследования, была статья апреля 1945 года, которую написал Бруно Максимович Пантекорва, тогда он еще работал в Соединенных Штатах, в 50-м году он переедет в Советский Союз, и вплоть до своей смерти уже в 95-м году мы считаем его именно нашим ученым отечественным. Он, кстати, очень долгие годы возглавлял кафедру физики элементарных частиц физического факультета. Так что вот выдающиеся люди тоже на физфаке, естественно. Вот работая в Дубне, и сейчас ФЭЧ у нас традиционно там как раз базируется, в апреле 1945 года Пантекорва предлагает очень такой элегантный метод регистрации нейтрина. Он был назван по двум ядрам хлораргоновым. Берется 37-й хлор, и при реакции с нейтрина, опять же, на тот момент, когда Пантекорва это писал, никаких тильт не было над частицами. То есть это было и нейтрина, и антинейтрина. Но сейчас в современном прочтении мы можем сказать, что это именно нейтрина. Ну а дальше смотрите. Если вы перенесете нейтрина направо, что называется, с обратным знаком, то вы получите бета-минус распад хлора 37-го. С тем только исключением, что хлор 37-й стабильное ядро, он никуда не распадается, поэтому вы получаете гипотетический распад хлора 37-го, а реакцию обратную Пантекорва назвал обратным бета-распадом. То есть мы как бы проверяем, что у нас частица должна реагировать и давать оставшиеся продукты. Аргон 37-й и электрон. Естественно, для этого нужен порог, но об этом мы будем говорить отдельно, и даже кое-что считать будем, какие там пороги должны быть. Так вот, метод обратного бета-распада, он лег вообще в основу регистрации нейтрина всеми. Несмотря на то, что, например, Райан и Сыковы не пользовались хлороаргоновым методом, они все равно использовали метод обратного бета-распада, только там антинейтрина взаимодействовала с протоном, а здесь нейтрина взаимодействует с нейтроном, а получается, соответственно, протон и электрон. То есть этот метод стал универсальным. В конце своей статьи Пантекорова написал следующую фразу. Безусловно, для успешной реализации этого метода понадобятся значительные объемы регистрирующего вещества. Ну, когда он писал это, он еще, наверное, не представлял, о каких значительных объемах он говорит. И глядя на современные нейтринные детекторы, мы думаем, что, наверное, если бы Пантекорова показали детекторы типа Ice Cube, он бы сказал, нет, ребята, о таком я, конечно, не говорил. Вы что, какой кубический километр, о чем вы? Тем не менее, вот действительно, сейчас мы пришли к тому, что иногда требуются значительнейшие объемы вещества. И обратите внимание на этот метод. Этот метод на первый взгляд, да, вот сейчас, опять же, с высоты нашего знания, мы можем сказать, ну, а в принципе, что такого сложного? Вот у нас буквально тут за одной комнатой находится центр данных фотоядерных экспериментов. У них есть систематика, мы можем подобрать пары вот таких ядер, подобрать удачные пороги, и все будет хорошо. Да, но проблема заключается в том, что вот это ядро – это очень легкодоступный, дешевый химический элемент. Вы можете зайти в любой большой супермаркет и посмотреть, сколько стоит бутылка белизны. Это литр хлоросодержащей жидкости. Если вы будете покупать не литр, а 10 или 20 тонн, то она вам обойдется еще дешевле. Поэтому это действительно очень дешевый материал, пригодный для того, чтобы сделать из него детектор большого объема. Но это еще не все. Аргон-37 – это радиоактивное ядро, которое имеет небольшой период полураспада. И поэтому вот подобрать два таких ядра, одно из которых удобное, дешевое, стабильное, а второе – радиоактивное, с нужным периодом полураспада, для этого надо обладать экспериментальным чутьем. И я хочу сказать, что Пантекорва, который, как известно, был теоретиком, представляет из себя, наверное, последнее вот это вот поколение ученых, где теоретики хорошо понимали, что такое эксперимент. А экспериментаторы были сильны в теории. Потому что после этого не люди потупели, а просто такое уже стало большое количество информации, что пришлось разделиться. И сейчас вы легко можете встретить теоретика, который будет моргать глазами, смотря на экспериментальную установку, не понимая, а как это вообще все работает. И экспериментатор, который великолепно владеет этой своей установкой, но если вы предложите ему углубиться в какие-то расчеты, он скажет, не-не-не, ребята, это не ко мне, это вот в соседней комнате там сидят эти вот замшелые люди, и вот пусть они посчитают. Увы, это ситуация такая. Это вот середина 20 века, последние действительно вот такие великие люди, которые могли заниматься и тем, и тем. И Пантекорва сразу предлагает экспериментальный метод для регистрации нейтрино. Ну и пример первой реализации этого метода, это, конечно, регистрация солнечных нейтрино Раймондом Дэвисом. Пример, который я очень люблю приводить в качестве того, что вот как надо работать в науке. И все время говорю, если вы готовы вот к такому, то, пожалуйста, идите занимайтесь фундаментальной наукой. А если нет, то есть более такие скоростные области, где можно как-то реализоваться. В 51-м году Дэвис приезжает, только что защитив PHD, он приезжает в Брюкхевенскую национальную лабораторию, ему выдают супервайзеры, которые за ним должен был, естественно, надзирать, и которому совершенно не хотелось работать с каким-то непонятным молодым парнем. И при первой же встрече он ему сказал, ты знаешь что, ты сходи в библиотеку, почитай там что-нибудь, там журнальчики какие-нибудь интересные, найди себе задачу. Дэвис сделал то, что ему поручили, он пошел в библиотеку, посидел там и нашел статью Панте-Корбо, где он описывал как раз возможный перспективный хлороаргоновый метод. И у него возникла мечта реализовать это. В 52-м году он знакомится с Джоном Бакалом, тогда еще малоизвестным совершенно человеком, который занимался физикой Солнца и в дальнейшем автором большинства солнечных моделей, на которые мы сейчас смотрим, говорим, вот эта модель Бакала, о, это значит действительно Солнце, наверное, так себя и ведет. И вместе они решили, что у них действительно есть возможность посчитать и попробовать зарегистрировать нейтрино, которое должно испускать Солнце. Тоже нейтрино. В данном случае они попали, в отличие от Райнаса и Коуина, потому что те регистрировали антинейтрино, думая, что это нейтрино, а вот Дэвис собирался регистрировать нейтрино, и он его зарегистрировал в итоге. В 54-м году он собирает в Брукхевине детектор объемом 4000 литров. Ну, чтобы вы себе легко представляли, садовая бочка вмещает 200 литров. Это 20 садовых бочек. Конечно, с точки зрения установки, которая помещается на столе, это огромный объем. С точки зрения реальных нейтриных детекторов, это, конечно, вообще практически ничто. И вот он работает в Брукхевине, пытаясь зарегистрировать этим хлорным детектором по методу Пантекорва нейтрино, он не получает никаких результатов. Он просит еще дополнительное финансирование. 12 тысяч литров в три раза больше, 60 садовых бочек, и он переезжает в Саванна-Ривер. И вот здесь, смотрите, он работает параллельно с Райнасом и Коуином. Они работают вместе три года двумя разными способами. Райнас и Коуин регистрируют частицы, а он нет. Вывод. А они регистрируют разные частицы. И в дальнейшем Дэвис об этом много раз вспоминает, даже в Нобелевской лекции он говорит, что моя неудача – это тот самый пример, когда, как говорят, нулевой результат – тоже результат. Она доказала, что нейтрино имеет античастицу. И при бета-минус распадах, которые происходят в ядерных реакторах, у вас выделяется антинейтрино. А в Солнце во время термоядерных реакций выделяется именно нейтрино. В 59-м, 60-м он работает в Барбертоне. Здесь стоит небольшой детектор, но решив, что надо менять методику именно регистрации, он его улучшает, он добавляет примеси определенные, нулевой совершенный результат. И в 61-м году БНЛ отказывает ему финансирование. Со словами, ну слушай, 10 лет, никаких результатов, я понимаю, что да, но вот эти-то поработали и получили, а ты-то ничего не получил. Дэвис, в общем-то, не падает духом и думает, что ему теперь делать. Ну, а дальше, как бы мы сейчас сказали, ему помог случай, но на самом деле ему помог не случай, ему помогла эпоха, та эпоха. 62-й год, его приятель случайно рассказывает ему историю о том, что он был в Южной Дакоте, и там только что выработали угольную шахту огромной глубины, 850 метров, в местечке, называемой Хомстейк. И руководители этого горного предприятия не знают теперь, что с этой шахтой делать, потому что, ну, такие огромные полости, для чего это использовать, просто закрыть и все, и так далее, и так далее. А вот, может быть, условия-то какие? 850 метров в толщине земли, это же прекрасное место, и там можно соорудить что-то грандиозное. Дэвис едет в Хомстейк, разговаривает с руководителями этой горной компании, и они ему говорят, мы дадим тебе деньги. Это возможно было только в 62-м году, потому что в 62-м году это был период невиданного расцвета науки, все об этом говорили. В 61-м году полетел Гагарин, в 62-м летит астронавт, первый американский астронавт Гленн, все, конечно, стояли на ушах, и любое слово о науке уже приводило всех в священный трепет. Самыми популярными людьми были не спортсмены и певцы, как сейчас, а именно ученые, и поэтому такое было возможно. И в 63-м году в Хомстейке начинается строительство гигантского детектора объемом 450 тысяч литров. Я уже не буду считать, сколько это садовых бочек, но видно, что очень много, объем действительно огромный. Ну и после этого, конечно, БНЛ тоже подключилось, какие-то там шахтеры дали денег, а мы что. В результате три года шло строительство детектора в этой шахте, и в начале 67-го года детекторы включаются. В августе 67-го года Дэвис регистрирует первые нейтрино от Солнца. И тогда же он пишет свое знаменитое письмо Бакалу, которым он заканчивает словами «включайте Солнце». Дело в том, что расчеты показывали, что они должны были регистрировать в три раза больше нейтрино, они регистрировали в три раза меньше. И именно тогда впервые заговорили об исцеляциях, которые за 10 лет до этого были предсказаны, опять же, Пантекорва. Но здесь теперь появилась первая возможность говорить о дефиците солнечных нейтрино. Около 10 лет проработал детектор в шахте Хомстейк. Я еще немножко расскажу об этом месте. У них очень была сложная ситуация в нулевые, когда они не знали, что там делать. Туда постоянно сейчас вводятся детские экскурсии, школьников вводят. Вот у них прямо на сайте это висит. Но вполне возможно, что в следующем десятилетии, если все пойдет и хорошо, это будет конечной точкой для грандиозного эксперимента Дюн, о котором я тоже расскажу. И тогда Хомстейк переживет второе рождение. Но вообще это, конечно, замечательное место на карте мира. Место, где впервые были зарегистрированы солнечные нейтрино. Все-таки реакторные нейтрино – это фактически то, что мы вырабатываем благодаря нашим усилиям. А солнечные – это естественные частицы, которые идут от нашего светила. Вот одна из фотографий строительства как раз в шахте Хомстейк. Видно, что человек стоит. И вот это основное тело детектора. Сейчас там планируется еще больше и другого типа детектора построить. Где-то в два раза больше примерно по объему. А вот, собственно, сам Раймонд Дэвис. Это в момент регистрации нейтрино в Хомстейке. А это когда он получил Нобелевскую премию. Аж в 2002 году, 35 лет он ждал своей премии. Вот вместе с Мацуширо Кашибой он получил тот за регистрацией нейтрино в комплексе Камиоки. У нас будет отдельная лекция о Камиоке, потому что японцы сделали очень много, действительно. И Дэвис получил Нобелевскую премию тогда уже весьма-весьма пожилым человеком. Он умер несколько лет назад. Вот этих всех великих людей уже нет, конечно, к сожалению. Ну, а в 1962 году был сделан второй очень важный шаг. Если эксперименты в Саванна-Ривер дали ответ на вопрос, есть ли у нейтрино античастица, то в 1962 году был дан ответ на вопрос, а какое отношение нейтрино имеют к своим заряженным партнерам. Во-первых, 50-е годы, начало 60-х были вообще очень сложны в плане систематизации частиц. Это сейчас у нас есть стандартная модель, и вроде все как хорошо, а тогда еще это не было. И вот буквально наверху, на втором этаже у меня лежит книга, которая просто называется 59-го года, которая большими буквами, на которой написано «Мю-Мизон». Мюоны считались мизонами, они считались такими же, как пионы, как те частицы, которые мы знаем, что сейчас составными. То есть, конечно, вот этот вот как раз период, он был достаточно сложен. И в 1962 году Леон Ледерман, который в свое время тоже получит Нобелевскую премию в 1988 году, но он получит не за этот эксперимент, а за открытие большого количества частиц, в частности Б-кварка. Кстати, Ледерман, вы знаете, что это замечательный пример того, как человек может пропустить интереснейшее открытие, потому что они не увидели цек-кварка при распаде джипси Мизона, и спустя три года после того, как они провели свой эксперимент, где была видна линия, Тинг видит тоже эту линию, объявляет об открытии цек-кварка, получает за это Нобелевскую премию. Да, и Ледерман рвал на себе волосы в отчаянии, когда они просмотрели внимательно спектр и увидели, что они наблюдали то же самое за два с половиной года до этого. Но через несколько лет они наблюдают распад эпсио-мизона и открывают бэк-кварк. Все хорошо. Действительно, очень мощная группа, которую он создал. Так вот, это в самом начале еще своей научной карьеры. Ледерман проводит очень интересный эксперимент. Тогда уже появилась возможность работать с ускорительными нейтрино, хотя это были только первые шаги эпоха ускорительных нейтрино. Это конец 70-х, о чем мы тоже отдельно будем говорить. Он выясняет очень интересную вещь. При распаде пимизона выделяется нейтрино. Но что это за нейтрино? Так вот, Ледерман с помощью довольно тонкого эксперимента установил, что нейтрино, которое возникает при распаде пимизона, при реакциях дает только мион. И никогда не дает электроны. Из чего он сделал вывод, что это мионная нейтрино. И после этого у нейтрино появились и нижние тоже индексы. Электронный и мионная нейтрино. В 1975 году Мартин Перл открывает таон, и после этого автоматически был написан третий аромат. Таонная нейтрино. Однако прошло 25 лет, прежде чем в 2000 году в Эрмилабе в эксперименте ДУНАТ точно таким же методом, как и работал Ледерман, регистрируется таонная нейтрино. Вот видите, 2000 год. Это уже при вашей жизни. То есть это действительно очень динамичная наука и очень быстро развивающаяся. То есть если бы, условно говоря, в тот момент, когда вы родились, спросили бы, а вот как там с таонным нейтрино, то сказали бы, ну пока его не обнаружили. Но оно есть, мы верим в это. Вот на самом деле уже обнаружили, и оно есть, и мы это знаем. Конечно, благополучно все три типа открыты, изучаются. Хотя вот это, конечно, был очень сложный эксперимент. Дело в том, что мион, который у вас получается в конце, живет 2 микросекунды. Для частицы это очень много. А вот таон с его маленьким временем жизни, он вам создает очень сложные условия, чтобы вы успели его отделить от массы всего, что происходит в таких экспериментах. Вот видите, это немножко об истории открытия. Ну и вот если говорить об именно экспериментальной части в физике нейтрино, то общее число различных нейтринных проектов, если считать от, допустим, экспериментов Дэвиса, и от 70-х годов, в 70-х годах было такое бурное буквально рождение большого количества всевозможных проектов, их число составляет где-то примерно 250 штук. Да вот только проблема в том, что очень большое количество из них не были доведены не только до стадии результатов, но даже до стадии эксперимента в железе. Поэтому здесь тоже возникает сейчас очень часто неразбериха, когда человек пишет, я просто с этим сталкивался, пишет там какой-то реферат, находил не у нас в университете, но мне попадались рефераты других университетов о замечательном эксперименте, которого никогда не было. Вот человек нашел сайт, описал все, что там было, и он не понял, что это просто проект на самом деле, причем там последнее обновление было за 10 лет до момента написания этого реферата, он не обратил на это внимания, и так далее, и так далее. То есть здесь вот реальное количество осуществленных экспериментов числяется несколькими десятками всего, потому что, ну, все получит тот, кто умеет ждать, да, а не всегда получается ждать, а еще не всегда получается получать то финансирование, которое бы хотелось бы, не всегда получается собрать команду, выработать правильный эксперимент, экспериментальную методику, и так далее, и так далее. Поэтому значительное число этих экспериментов не было реализовано или было реализовано с переменным успехом. Ну, а вот теперь, собственно, о чем мы тоже с вами будем говорить, это вот, это вот, самая большая проблема нейтринной физики. Это 10-20 барн, это стандартное сечение взаимодействия нейтрина с ядрами. Мы с вами увидим, что, когда вы переходите к нуклонам и кваркам, это сечение начинает увеличиваться, и это очень хорошо, потому что, если, например, нейтрина с кварками взаимодействовали вот с таким вот сечением, то никакой нейтриной астрофизики бы не было вообще просто, потому что, ну, при тех потоках, которые там есть, мы бы просто не могли бы ничего регистрировать, и все, и мы бы говорили, что вот там до 100 гф мы регистрируем нейтрина, а дальше увольте, извините, пока вот наука до этого не дошла. Вот, а так, боже, именно потому что сечение немножко меняется. Но для наших стандартных мебных энергий это действительно 10 минус 20 барн. Кстати, первая оценка, которую Майорана выполнила в 35-м году, давала 10 минус 18 барн. То есть, условно говоря, видите, вот теоретическое предсказание очень-очень было похоже на правду. Это результат, естественно, проверялся. Экстрементально. Вот, несмотря на малую статистику. Значит, ну, с чем можно сравнить, да, вот, чтобы так сходу оценить, да. Ну, вспомните, максимальные сечения, которые у нас встречаются, это килобарны. Причем это выделенные абсолютно случаи. Тепловые нейтроны взаимодействуют с ядром бор 10-й 20 килобарн. Это максимальное сечение, которое вообще встречается во всей физике микромира. 20 килобарн. Ну, это огромное сечение. Если вы спросите любого человека, который имеет отношение к ядру, он скажет, ну, это просто, это сказка какая-то. То есть, он просто пожирает буквально эти тепловые нейтроны. Бор 10-й. Нормальные ядерные сечения, сечения для, допустим, тяжелых частиц, там, для протонов, для заряженных, опять же, для альфа-частиц и так далее, и так далее, это барные. Если вы перейдете к гамма-квантам, это будет миллибарные. Ну, и в ради случаев микробарные. Причем микробарные, это уже низкое сечение, уже надо ковыряться, уже надо ждать, уже надо иметь, например, большие потоки частиц. А здесь 10-й минус 20-й. Вот оцените степень. То есть, это действительно катастрофически мало по сравнению с тем, что мы обычно имеем. Отсюда сверхвысокая проникающая способность. Картинка из мультика, я надеюсь, все его видели. Вот поскольку этот мультфильм «Приключения Нины Нейтрино» в русском переводе озвучка сделана студентами нашей кафедры. Они прекрасными голосами, музыкальные дорожки вставили. Шикарная озвучка. Поэтому, если кто-то вдруг не видел этот мультфильм, обязательно его посмотрите. Он очень физичный. Сделали его итальянцы изначально в Грансассо. Вот поэтому там в Грансассо показывается, и как они проникают в гору, и как они пролетают сквозь детектор, и так далее, и так далее. Действительно, в отличие от всех остальных частиц, которые у нас встречаются в большом количестве, даже Мион, который показан там, что он последним провзаимодействовал, нейтрино обладает потрясающей проникающей способностью. И конец этого мультика, опять же, если кто-то смотрел, они вылетают из Земли с другой стороны, и один говорит другому, мы вообще когда-нибудь остановимся. Потому что действительно вот за счет этого сечения имеем то, что имеем. Вот вам примеры регистрации частиц в детекторе Атлас. Это, опять же, то, что имеет к нам прямое отношение. И вот, пожалуйста, если вы посмотрите, вот этот вот пирожкообразный, такой слоеный, слоеное строение этого детектора, электромагнитный калориметр, адронный калориметр, мионный спектрометр, и каждая частица занимает свое почетное место, поглощая здесь, здесь, или вот даже этот шустрый мион, тем не менее, тоже поглощается спектрометой. И вот, посмотрите, одна линия здесь, которая вылетает за пределы. Никакого шанса зарегистрировать в 22-метровом объеме Атласа у нейтрино абсолютно нет при таком сечении. То есть не дождетесь, даже если будете ждать очень долго. Абсолютно уверен, что ни одного варианта регистрации нейтрино, если бы она даже была предусмотрена, вплоть до проектного срока остановки LHC в 24-м году просто невозможно. Ничего не будет зарегистрировано, ни одна штука, потому что слишком маленький объем для такого детектора. Ну и здесь, конечно, интенсивность тоже. Если бы интенсивность, светимость бы увеличилась бы еще на порядке, то тогда бы какие-то шансы появились. Тем не менее. Оценки масс нейтрино все тут тоже скверно. Это единственная частица, у которой не только точно неизвестны массы, а до сих пор неизвестно, есть ли они вообще. Да, Нобелевский комитет немножко побежал впереди паровоза. В 15-м году он выдал Нобелевскую премию за осцилляцией, которая демонстрирует наличие масс. Но прямого наблюдения этого явления, о котором мы тоже обязательно поговорим, никто пока не видел. Есть косвенные подтверждения, сильные подтверждения, бесспорно. Но, тем не менее, вот пока об этом как-то преждевременно говорить. Значит, ну здесь можно уже внести коррективы, уже работает эксперимент Катрин, которым тоже будет разговор 1,2 электрон-вольта. Более того, если масса все-таки имеется, так как много, так скажем, аргументов за это, то вот из космологических соображений, по крайней мере, я эти оценки видел в какой-то лекции у Валерия Анатольевича Рыбакова, 0,25F. То есть, если масса есть, то здесь она ограничена вот этим значением. Поэтому где-то в районе десятых долей электрон-вольта масса электронного нейтрина, если она имеется. То есть масса очень маленькая, и именно поэтому при решении большого количества задач мы очень часто ей пренебрегаем, потому что даже в сравнении с массой электрона это вообще ничто. У МИОНных и ТАОНных, естественно, так как заряженные партнеры тяжелее, тоже свои ограничения. Вот здесь все еще хуже, потому что они вообще из неких модельных вещей, здесь хотя бы эксперимент работает, и эксперименты работали. А вот тут вообще просто модельные ограничения, 170КФ и 15,5МФ на ограничение массы. Но, повторюсь, сначала надо все-таки продемонстрировать, что она имеется. Несмотря на то, что вот вы видите, редко, мало и так далее, и так далее, все-таки где-то с 80-х годов, последние 30 лет, это такая эпоха нейтринной физики, я бы сказал, регистрируем разные типы, разными способами, и вот, собственно, тоже мы об этом поговорим. Во-первых, источники, какие у нас имеются. Ну, вот есть такая хитрая штука, как реликтовые нейтрины, о них я сейчас скажу отдельно пару слов. Значит, дальше, Солнце, солнечный нейтрины, Земля, геонейтрины, и дальше начинаем уже переходить к астрофизическим нейтрино. Здесь, конечно, не включены еще искусственные источники, о которых мы отдельно будем говорить, это реакторы и ускорители. В первом случае, это побочный продукт, нам реактор нужен не для того, чтобы генерировать нейтрины, а для того, чтобы, как правило, получать энергию от него. А вот ускоритель, это исключительно то, что работает для нейтрино. То есть, существуют эксперименты, где ускоритель работает только для того, чтобы генерировать эти частицы. Ну, а все выше, это астрофизические уже источники. Здесь, надо сказать, очень оптимистичный такой набор источников, потому что реально, мы можем сказать, помимо Солнца, что источниками нейтрины являются сверхновые, поскольку мы это видели, ну и, скорее всего, активные ядра галактик, потому что в джетах там бьется все на свете, и, естественно, там наверняка нейтрино тоже образуется. Что касается остального, например, вот объекты яркой фазы или гамма-всплески, это тоже пока гипотезарно. С гамма-всплесками активно сейчас идет работа, потому что, например, сейчас летающий Ломоносов настроен на регистрацию гамма-всплесков, и мы пытаемся все время скоррелировать те объекты, которые наблюдают, например, Ломоносов, которые наблюдают другие гамма-телескопы, допустим, Ферми наблюдают, с тем, что улавливают нейтринные телескопы. Ну вот, увы, пока нет совпадений, несмотря на то, что, в общем-то, довольно долго, уже почти пять лет продолжается это сравнение. Вот с 2016 года и Ломоносов тоже подключился. Вот постоянно мы общаемся на эту тему, пока только проводим линии по чувствительности, не более того. Ну, это тоже тот случай, что хотя бы что-то, это тоже результат. Значит, ну и методы, которыми мы можем пользоваться для регистрации вот этих вот различных источников. радиохимия, это метод Пантекорва, стентиляционные, это, собственно, Райан Соколин, Черенковский, о которых мы будем отдельно говорить, радиометоды, предложенные Оскарьяном, детекторы ШАЛ, очень хитрая штука, из которой трудно что-либо вытащить, но тем не менее, тоже все это, обо всем этом будем говорить, соответственно, подземные и подводные типа детекторов, акустический детектор, это перспективный метод, который вполне возможно вот и ваши представители тоже ими будут заниматься, этими методами, которые потихонечку сейчас продвигаются. Значит, ну а вот, если вы посмотрите, то здесь такое стоит грустное слово «нет». Дело в том, что реликтовая нейтрина это, ну как бы так сказать, модельная вещь. Если мы знаем о том, что у нас имеются реликтовые фотоны, и наше представление о космологии, можете посмотреть, да, сюда как раз, верны, то в конце вот этих вот всех замечательных процессов, которые вот здесь вот где-то заканчиваются, помимо электромагнитного фона, который благополучно зарегистрирован, и даже анизотропия его найдена, и дали две Нобелевские премии за это, должна присутствовать и слабая компонента в виде реликтовых нейтрина. Но проблема в том, что энергия этого излучения находится в диапазоне миллиевов. Ну а вот теперь наложите трудности в регистрации нейтрина вообще на энергию миллиевы, и вы поймете, что здесь проблема не только с тем, чтобы зарегистрировать, а даже с тем, чтобы придумать, как регистрировать. Постоянно, вот когда выступают, у меня многократный был опыт слушания всевозможных коллег, более знаменитых, когда они выступают, особенно для широкой аудитории, обязательно нет, нет, да кто-нибудь спросит, а вот как вот с космологическими нейтрино, ну и всегда грустный ответ, что, а не знаем пока, не знаем. Вот, а это, конечно, было бы очень интересно, и сейчас поймете, еще помимо всего прочего, почему, вот спектр нейтрино, да, это расчетный спектр, естественно, тут есть, можно поставить экспериментальные точки, но их будет очень мало, и вот обратите внимание, слева идет поток, естественно, как в каждом спектре, здесь вот каждая вот эта строчечка, это два порядка, вот с чего мы начинаем, реально, да, а вот реликтовые нейтрино, расчетные, если они есть, их очень много, потоки огромные, просто, поэтому если бы мы бы нашли бы метод регистрации реликтовых нейтрино, то даже с учетом сечения низкого, их настолько много, что мы их должны были бы, ну, довольно неплохо бы регистрировать, как-то, но вот как, но вот как, когда видите, вот это вот один электрон вольт, то есть у вас все полностью будет забивать просто вот этот вот, то есть это фон, это фон, вот здесь фон, 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 как от него избавиться, никому пока не пришло в голову, это действительно сверхсложная задача заниматься этим, поэтому пока мы работаем с тем, что мы видим, да, ну и вот здесь идут, конечно, в первую очередь, это солнечные нейтрино, самые большие, то есть при обычных условиях, если вот вы вышли, вы вышли куда-нибудь там на уровень моря, в какое-нибудь милое местечко, где вблизи нет никаких ни заводов, ни ядерных реакторов, то самое большое, это будет, конечно, давать солнце, вот если вы встали рядом с АЭС, у вас ситуация будет меняться, потому что у вас тогда нейтрильный фон от реакторов поднимется в этой точке, и он в ряде случаев может даже перекрывать солнечные, солнечный фон, точно так же, если вы встанете в пучок нейтрино от ускорителя, то же самое будет эффект, у вас будет основная будет компонент этот пучок, пучок нейтрино от ускорителя можно вставать, они все равно проходят через вас без взаимодействия в основном, да, а вот во все остальные пучки вставать не стоит, именно поэтому мы закрываем дверь, как только включается любой ускоритель, вы слышите сирену и так далее, и так далее, так вот, все остальное, это более, вы видите, да, если вы уходите чуть-чуть по энергии вперед, то у вас происходит резкое падение интенсивности, и вот самое интересное, это, например, нейтрино от ядер активных галактик, это, собственно, да, нейтринный фон от сверхновых, но здесь проблема заключается в том, что это явление, которое происходит иногда, то есть вот на несколько дней у вас возникает вот такой вот эффект, да, посмотрим с вами, как развивается этот процесс, то очень интересно, сейчас активно занимаются динамикой сверхновых, красивые очень картинки рисуют, и так далее, и так далее, ну, кое-что удается наблюдать, кое-что удается восстанавливать по тому, что уже было, и прочее, прочее, а вот, собственно, то, что, допустим, в астрофизике, видите, уходит совсем в такой вот, в зажатой совершенно вот эту интенсивность, и здесь в нашу пользу работает только то, что я сказал, что сечение начинает подниматься в зависимости от энергии, и именно поэтому, в общем-то, есть возможность регистрировать и солнечный нейтрино, и нейтрино от других астрофизических процессов, и одновременно нейтрино, например, сверхвысокой энергии, вот, собственно, спектр. Значит, ну и немножко пробежимся, у нас будет этому отдельные уже лекции посвящены, по разным разделам, да, солнечный нейтрино, вот вам спектр, видите, такой он очень причудливый, здесь тоже есть свои особенности, например, лучше всего спектр виден от Бора восьмого, это один, по-моему, даже самый, да, высокоэнергетичный бета-распадный источник, он уходит в диапазон за 13 мев даже, вот, но у него не очень высокая интенсивность, а самая высокая интенсивность у нашего любимого первичного ПП-цикла, вот, очень высокая, на много порядков, видите, если даже максимум взять у Бора восьмого, здесь шестой нейтринный поток, а здесь почти 10-12, то есть 5-6 порядков выше, но проблема в том, что стандартным, например, хлорным методом эта компонента не видна, то есть вот, вот такие вот, вот гадости нам делает природа, да, то есть вот смотри-ка, вот я тебе дам вот это, но ты вот этим методом это не увидишь, ты только вот это увидишь, а здесь тебя в миллион раз меньше, так что наслаждайся, вперед, вот, поэтому действительно, вот это хитрая достаточно вещь, но тем не менее, солнечные нейтрино регистрируются, благополучно, кстати, вот видите, тут упоминал Бакала, одна из его моделей, как раз, реакторные нейтрино, как раз нейтрино искусственного происхождения, вот очень интересный кусочек карты, это земной шар, и нейтринный фон фактически, то есть по нейтринному фону, это вот то, чем так озаботились генералы в 1953 году, когда Райан и Секуа начинали свои эксперименты, они сказали, вы же все реакторы будете видеть, видите, все реакторы видим, здесь видно, здесь показан кусок, да, это Индия, почему-то вот пожелала именно так карта, вот это, например, Бушер, который Росатом построил иранцам, а это, собственно, наше все, вот это наше все, туда уходит дальше Западная Европа, а это Дальний Восток, где тоже очень большое количество реакторов, и вот сразу видно, да, вот, например, видно, что там в какой-то там стране, там типа Бангладеш или там в Мьянме нет никаких реакторов, и я иногда думаю, и хорошо, вот, в Индии есть, в Индии, в Пакистане тоже есть кусочки, выделены, видите, две штуки, но это исследовательские реакторы, тем не менее, действительно, они видны, нейтринный фон дает, и здесь, конечно, сейчас интерес к развитию именно физики реакторных нейтрино, он очень высок не только из-за того, что тут фундаментальные есть причины, но он высок из-за того, что здесь есть практические причины, да, это мониторинг аварийных реакторов. После 2011 года особенно все зашевелилось, потому что стало понятно, что нужно действительно какие-то методы находить, и вот затянувшийся уже долгострой проект iDream, который осуществляет институт вместе с МИФИ, ну, точнее, в МИФИ вместе с нами, они все-таки главные, вот, возможно, он нас выведет на что-то такое, когда будет достаточно, действительно компактный детектор, который можно даже будет перевозить, и он может использоваться для ядерного мониторинга. Ускорительные нейтрины – это чистая фундаментальная физика прекрасная. Вот, пожалуйста, схема, да, формирования. Всегда речь идет о мионных нейтринах, потому что проще всего… Можно иногда спрашивать, а почему там нельзя, например, от ускорителя сделать электронные или таонные. Можно, но сложно, потому что это связано с энергией, это связано именно с методиками получения, это связано с первичными пучками. Первичный пучок всегда протонный, и у вас, благодаря очистке, распаду частиц, которые возникают при ядерных реакциях, и очистке их от всех примесей, на конце возникает чистый нейтринный пучок. Тоже будем об этом говорить, потому что это сейчас, ну, наверное, вот, самые такие на слуху эксперименты на уровне тоже астрофизики высоких энергий, потому что много интересных проектов, причем много проектов, которые действительно реализуются, есть надежда на то, что они будут реализованы, много проектов таких весьма амбициозных, тоже о них расскажу, вот, и так далее, и так далее. То есть здесь, конечно, довольно интересно. Астрофизический нейтрино, самая молодая часть нейтринной физики, примерно 20 лет, реально, чуть больше может быть, вот, то есть когда мы попробовали, вот, смотреть, а что там в дальнем космосе. Иногда, имейте в виду, вы можете встретить источники, где солнечные нейтрино будут включать в астрофизические. Это вообще-то в какой-то плане правильно, да, солнце тоже часть астрофизики. Но гелиофизика настолько в последние десятилетия выделилась уже в отдельный раздел, что мы и солнечные нейтрино тоже выделяем в отдельный раздел, и вот это вот, там и своя специфика, свои даже единицы измерения, количество нейтрино, и так далее, и так далее. Поэтому сейчас, чаще всего, когда говорят астрофизические нейтрино, предполагается нейтрино за пределами нашей планетной системы. То есть это не солнечная нейтрино. Здесь, конечно, самое основное, это то, что это универсальный источник информации. Да, вот он, примеры. Фотон, который поглотится, не дойдет до вас, да еще будет взаимодействовать с фоном наверняка, космическим. Протоны высоких энергий, которые составляют основную часть космического излучения. Но посмотрите, вот он к вам пришел, и вопрос, а где его источник? А вы не знаете, потому что он пока пришел, да и потом дал там каскад, и так далее, и так далее. И вот среди всех этих частиц, только одна частица, ее не так много в компоненте космических лучей, зато она, если уж вы ее поймали, то она вам даст точное представление о том, откуда она пришла, из какой точки. Поэтому в этом плане это, конечно, из-за этого такие и мучения, и такие детекторы огромные, и геонейтрино. Геонейтрино это такой, знаете, спящий агент, который вот сейчас начал пробуждаться, потому что сейчас появился очень большой интерес к тому, а что все-таки у нас под ногами. Все вы, когда учились в школе, видели замечательную картинку, как устроена Земля, и вряд ли кто-то задавал вопрос, а как это узнали? Ну, известно, как это узнали, у нас есть сейсмико, магнитное поле и куча всяких моделей. Но вот на самом деле сейчас, например, встает вопрос, а почему, такой совершенно детский вопрос, а почему ядро твердое, а мантия расплавленное, а не наоборот? И так далее, и так далее. То есть вот реально изучение геонейтрино, то, что идет изнутри Земли, может дать нам ответ на вопрос о том, как все-таки на самом деле устроена наша планета изнутри. Вот, и это может и потом в дальнейшем какие-то практически иметь выводы, ну, и в принципе знание о том, что это такое. Ну, вот видите, как раз спектр. Здесь всего, конечно, намешали, но вот, например, геонейтрино типичные, да, пожалуйста, висму 210, свинец, углерод, полоний, это вот то, что у нас еще один свинец, то, что у нас лежит в Земле. Ну, и тут же одновременно, видите, присутствует. От ПП, это просто сравнение для различных источников, ЦНО, цикл, и так далее. нейтринная осцилляция, отдельно, естественно, о них поговорим, поскольку такая тема спекулятивная в хорошем смысле этого слова. Много очень тут вопросов. Повторяю, пока наносят такой религиозный характер, то есть те, кто занимается осцилляторной физикой, делятся на две большие группы, верю и не верю, вот, а это не научный метод, это метод чисто религиозный, поэтому так не должно быть, естественно, нужно прийти к какому-то результату, и поэтому очень интересно, как будет осцилляторная физика развиваться. Здесь большая надежда на длиннобазные ускорительные эксперименты, но вот, чтобы вы представляли, какая сейчас ситуация, вот 14-15 год, эксперимент НОВА, это текущий эксперимент, поскольку, допустим, эксперимент АПЕРА, про который я обязательно тоже буду говорить, он уже закончился, и, в общем-то, опять же, нет прямого подтверждения, а вот, например, эксперимент НОВА, это фермелабовский эксперимент, 810 километров, на настоящий момент самый длиннобазный эксперимент, пропускается через земную кору, и вот дальний детектор границы с Канадой, он находится, это район Великих озер, как раз, в Соединенных Штатах, и результаты, самые интересные, ой, стало быть, да, пропустил я этот слайд, результаты, самые интересные, вот за полтора года работы, за половину 14-го и за 15-й год, количество кандидатов в осцилляции, нейтринных, двумя разными методами, одним методом равно 6, а вторым методом равно 11, вы представляете, за полтора года 10 частиц кандидатов, вот это вот, вспоминаем Пауле, да, все получится тот, кто умеет ждать, то есть статистика настолько низкая, что однозначно утверждать, что, ну, очевидно, смотрите, вот было столько, стало столько, то есть там все находится в пределах ошибки, я просто помню свое собственное ощущение, поскольку я пришел в эту физику из физики гамма-квантов, когда я увидел вот эти вот картинки с гигантскими барами, там, до неба, ошибки, где ошибка там превышает саму величину, я смотрел, думал, как этим можно вообще заниматься, вот, но тем не менее, вот, статистика есть, есть статистика, и основная вообще задача физики, это набор статистики, ну, и пару слов о нашем счастливом будущем, значит, это вот очень любят СМИ, все, конечно, вот, но это пока, пока все не так хорошо, как кажется, в марте 2012 года, почти 6 лет назад, в Ротчестере, это Каролина Южная, в Соединенных Штатах, был проведен эксперимент по передаче информации с помощью нейтрина, значит, все очень просто, да, в двоичную систему кодируем слово, они почему-то взяли слово нейтрино, я тоже удивился, да, первую радиограмму, помните, какая была, да, которую Попов передал, Генри Герц, поэтому здесь тоже что-то надо было, там, какого-то ученого взять, там, Вольфган Пауле, например, ну, ладно, значит, слово нейтрино, значит, кодируется дальше протонный ускоритель, формируется нейтринный пучок, как мы еще с вами будем смотреть, каким образом, и дальше у них тут была скала, два километра скальной породы, ничего, никакое излучение не пройдет через такую толщину, естественно, не мионы, ничто другое, кроме нейтрино, нейтрино, конечно, свободно прошло, дальше нейтринный детектор, скодировка, и прочитали слово, ну, вот ура, да, вот счастливое будущее наступило, но теперь проблемы, да, ускоритель, представляете, какого размера, достаточно зайти в зал, посмотреть, у нас совсем компактные машинки, этот гораздо больше, вот, нейтринный детектор был где-то размером, по-моему, вот с этой аудиторией у них, вот, ну, и на передачу одного слова ушло два с половиной часа, то есть, уже повторялся он еще в двух центрах, тоже передавали по слову примерно в таких же условиях, можно это делать, но речь идет о, там, например, средствах связи, да, о том, что у вас в руках был телефон, на котором никогда не будет написано нет сети, и вот это вот, конечно, пока не реализуемо, потому что все упирается, в тот самый 10 минус 20, который мы с вами видели, то есть, как видно, что действительно перспектива, там, очень отдаленная, она, конечно, блестящая, но, если вы найдете способ, как обойти, вот, все те, так скажем, уже, родимые пятна, которые эта замечательная частица имеет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...